Здравствуйте! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. В зале областной филармонии состоялась конференция на тему вовлечения граждан в процесс решения вопросов местного значения. На конференции обсудили актуальные вопросы по дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности неправительственного сектора Западно-Казахстанской области. Подробности в сюжете. Местное самоуправление – это непосредственное участие граждан в решении вопросов местного значения. Местное самоуправление наделяет граждан не только правами, но и соответствующими обязанностями. Если граждане самостоятельно принимают решения, они должны нести и ответственность за последствия этих решений. На повестке дня были заслушаны доклады на тему о ходе реализации концепции местного самоуправления, роль и место НПО в развитии местного самоуправления. Не только НПО мы привлекаем, а именно граждан по вылечению граждан. НПО должно содействовать государству, чтобы вовлекать граждан в вопрос места самоуправления. Территориальное общественное самоуправление должно содействовать участию граждан в управлении, распространять информацию, организовывать взаимодействие с властью, выявлять и решать проблемы. В настоящее время в Терриктинском районе неправительственные организации активно работают и взаимодействуют с государственными органами и являются посредниками между государственными органами и народом. В районе существует 8 неправительственных организаций, все они зарегистрированы. Кроме того, кроме неправительственных организаций, конечно, огромное участие в жизни общества принимает этнокультурные центры. И кроме того, в каждом сельском округе работают советы. Это советы молодежи, советы ветеранов, советы матерей, советы женщин. И как бы руководит этими всеми советами на местном уровне и на районном уровне советы общественного согласия. Конституция Республики делает акцент на том, что население самостоятельно управляет местными делами. То есть, участие граждан в процессе принятия решений на местном уровне гарантирует прозрачность, подотчетность и служение местным интересам органов местного самоуправления. Олег Великий, Анна Мордвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Ассоциация «Булашак» учит молодых специалистов в составлению бизнес-планов. Сегодня в ЗКТУ имени Жангирхана прошел кустовый семинар, организованный стипендиатами программы «Булашак» при Паджирске Министерства образования и науки. Ключевыми задачами семинаров Ассоциации «Булашак» являются развитие молодежного предпринимательства, политики занятости молодежи и социальной модернизации страны. С 2010 года проведено 22 кустовых семинара «Булашак» Жастарушин в 15 населенных пунктах страны. Обучением охвачено более 700 человек. Как отметил спикер семинара Донар Раисов, главная цель презентации бизнес-планов – это логичное убеждение инвесторов в реальной конкурентоспособности проектов. Сталь закаляется в огне, а батыр на воне. То есть как раз таки это хорошо подчеркивает именно отношение человека, отношение предпринимателя к достижению каких-то определенных целей. Я хотел бы озвучить несколько причин, по которым люди стремятся открыть собственное дело. Это, в первую очередь, обладание определенными талантами и способностями, желание, стремление к финансовому благополучию, к финансовой независимости, потребность в творческой самореализации, потребность в свободе и в самостоятельности. И, конечно, желание заниматься любимым делом. Я от себя хочу сказать, что уйдя из госслужбы, я сейчас занимаюсь таким, на самом деле, любимым делом. То есть помогаю бизнесменам развиваться, быть успешнее посредством разработки бизнес-планов, технико-экономических обоснований, стратегии развития и так далее. Спикеры отметили, что при составлении бизнес-планов нужно обязательно изучить аудиторию, продумать характер и способы доведения информации. Успешно составленный бизнес-план – это половина успеха. С этим согласен и Аким Горда, Алтай Кульгинов, который является выпускником программы «Булашак». Мы на практике видим, что когда приходят за теми или иными механизмами поддержки государства, которые, программы направлены на поддержку бизнеса, в основную имеются проблемы с составлением бизнес-плана. То есть уже на начальном этапе с видением. То есть видение – это уже изложение его в бизнес-плане. И у членов комиссии возникает очень много вопросов. То есть расчеты, цифры, на которые ссылаются начинающие бизнесмены, на основании чего хотят получить, скажем, государственную поддержку. То есть если он начинает свой бизнес, завтра эти деньги должны приносить доход экономике нашей страны. То есть бизнес должен быть доходным. По итогам семинара будут вручены сертификаты. А будущие молодые предприниматели из Актюбинской, Атыраусской, Мангистаусской и Западно-Казахстанской областей постараются применить полученные знания в деле. Роман Копняев, Айбула Джигапар, Александр Грабрев, ТДК-42. 67-летний инвалид вынужден жить в нечеловеческих условиях. Пожилой человек с супругой и сыном-инвалидом ютятся в крошечной комнатушке малосемейного общежития. На площади в 12 квадратных метров невозможно даже развернуться. При этом бытовые условия инвалидов в лучшую сторону изменятся совсем не скоро. Подробнее в сюжете. Эти 12 квадратных метров в общежитии по улице Мясокомбинат 8 уже 15 лет служат для семьи Маушеевых крепостью и тылом. Передвигаться в крошечной комнатушке даже для здорового человека – настоящая проблема. Что же говорить о главе семьи? Он инвалид второй группы. Сын, проживающий с ним, тоже инвалид. Живут они на пенсию, а она у них не такая уж большая. Пять лет мой муж уже болеет и сын тоже. Я сама болею. Сердце у меня болит. Несколько раз я обращалась в Акимат, но всё безрезультатно. Два раза приходила комиссия и говорила, что да, в таких условиях жить невозможно, но уходила без обещаний. У нас даже ванны нет, чтобы мне помыть мужа. Это ужасно. Мыться приходится в жутких условиях. Они кушают и в туалет ходят в одном и том же месте, потому что женщина не может на руках донести своих мужчин до туалета. Места в комнате нет даже для кровати, и матери с сыном приходится спать на полу. Маушев Танышик два года ждёт, когда же его переселят в новую квартиру. Пенсионеров в 2012 году внесли в список очередников. Сейчас он 447-й в очереди. В 2012 году в конце года они встали на учёт по очереди пенсионеров. Сейчас они 447-й по счёту на квартиру. Квартиру они получат в порядке очереди. Между тем в Уральске каждый год сдают дома, построенные по государственной программе. В прошлом году очередники получили 200 квартир. В текущем планируется сдать только 160. В списках счастливчиков, которые получат жильё в этом году, семья Маушаевых не числится, поэтому новоселье им отмечать не придётся. Анна Мардвинчева, Нурлан Кунашев, Рустан Жумашев, телеканал ТДК-42. Плюсы и минусы реализации программы – модернизация ЖКХ. На прошедшей сессии городского маслехата было отмечено, что уже благодаря данной программе отремонтировано 60 домов. В этом году в планах отремонтировать ещё 9. Один из домов, где ремонтные работы уже начались – дом по улице Привокзальная 3. Вебегульта Ужанова пообщалась с жильцами данного дома, узнав их мнение. Подробности в её сюжете. Капитального ремонта жители данного дома не видели уже около 50 лет. Рассказывают, когда предложили отремонтировать дом по данной программе, не сразу согласились. Сейчас, когда все документы уже подписаны, а работа уже как две недели началась, появились и сомнения в успешной реализации данной программы. К тому же сумма, которую предстоит выплачивать на протяжении 15 лет, не всех жильцов устраивает. В прошлом году собирались, но проблемы возникали, у ЖКХ там все. Ну, так в этом году наконец-то начали. Но пока ещё, как говорится, ни шатка, ни валка. Так, потихонечку. Ну, нет выбора, конечно. Ну, а в таком доме жить уже просто… В общей сложности это обходится домом в 21 миллион. Это на каждую квартиру у нас приходится больше миллиона. Мне платить придётся, и почти всем также жильцам, а мы пенсионеры, собственно говоря, по 7 тысяч 15 лет. Дороговато вообще-то, очень дорого. Качество, вот пока сейчас начали, качества нет. Рабочие там то сидят, то не сидят. Мы же слышим, то работает, то не работает. Смотрю, меняют частично. Половина заменили, половина старая. Половина вот этот козырёк, который свисает дому в общей сложности 57 лет. Конечно, не знаю, может быть, его проще было снести и новый построить за такие деньги. Сейчас жильцы надеются, что многомиллионный ремонт в их доме всё же будет сделан на совесть. Вот и прораподрядные организации, которые выполняют ремонт, в этом не сомневаются. И всё же, как он утверждает, все обвинения в их адрес беспочвены. Ведь работа только началась. Всего сейчас задействовано 12 рабочих. В настоящее время демонтируется кровля дома. Жители обычно всегда недовольны. Ведь работа только началась. Предстоит заменить всё. Крышу, трубы, также ремонт канализации. Планируем завершить работу сроком через три месяца. Задействованы две бригады. Надеемся, все работы проведём успешно. Главной целью данной программы является обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение коммунальной инфраструктуры. В 2011 году уже отремонтировано 30 домов. В 2012-м – 21, а в прошлом году за счёт возвратных средств – один дом. В этом году на ремонт девяти многоквартирных домов выделяются средства в размере 101 миллион тенге. В 2014 году для работы населения и реализации госпрограммы в городе Уральске проведены сходы с жильцами более 100 квартирных жилых домов. И в основном большинство населения есть понимание и желание принять участие в программе. На сегодня порядка уже 15 домов и желаний и идёт сбор подписей. Многие из программ, реализуемых государством, сначала встречаются в штыки. Но и нельзя не учитывать, что предлагаемые выходы не могут не радовать. Вопрос лишь в том, насколько это выгодно простым гражданам. Ведь никто не знает, что нас ожидает завтра, а уж тем более через 15 лет. Вегульта Ужанова, Алтымбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Это были все новости к этому часу. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин